Более подробно эту тему с Валерием Рябых обсудим. Это военный эксперт Валерий. Рад приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, студия. Доброе утро, уважаемые зрители. По нанесению ударов западным вооружением по территории Российской Федерации. Ведь сейчас существуют некие ограничения. Речь идет о приграничных регионах возле Харьковской области. Нанесение ударов туда, откуда ведутся удары по Харькову непосредственно. Но если сейчас, насколько реалистично то, что западные партнеры могут дать добро бить и вглубь территории Российской Федерации по военным объектам, таким как, например, аэродромы, таким как, например, склады с боеприпасами, к примеру, ваше мнение? Ну, если брать на перспективу, то, конечно же, подобное разрешение, оно логично и с точки зрения того процесса, который уже начат. А сейчас сняты ограничения на адекватный ответ со стороны вооруженных сил на те угрозы, которые идут от государства-террористов, от применения, неизбирательного применения им средств вооруженной борьбы. Причем в большинстве это средства такого террористического назначения, которые не должны применяться по тем концепциям, которые исповедуют в западном мире. И сейчас, скажем так, идет апробация вот этого процесса, как будет реагировать российская военщина на это и какие у нее будут инструменты. И сейчас мы видим, что постепенно цели, которые являются приоритетными для применения западного оружия, их банк расширяется. И тут вот можно отметить, что сразу после разрешения, полученного от западных партнеров Украины, первыми целями стали это средства, которые терроризировали Харьков. Это зенитно-ракетные комплексы С-300, которые были уничтожены с помощью систем Хаймарс, ракетами GMLRS. И в этом чувствуется определенная логика. В первую очередь это террористическое орудие, которым неизбирательно используется для терроризирования мирного населения. И вот к такой тактике пришла только Российская Федерация, которая исповедует ту стратегию геноцида украинского народа и использует системы не по их прямому назначению. После этого мы могли увидеть в том числе и удары по другим военным объектам. И что нужно отметить, вот очень знаком был удар по объекту возле Шебекина. Это штаб 6-й общевойсковой армии. И это, конечно, также было сделано при помощи ракет GMLRS из систем Хаймарс. И это продолжение использования американского оружия по назначению и является вполне логичным. После подавления средств противовоздушной обороны на данном направлении и способности противника к противодействию подобным ударам, идут удары по объектам управления. Очень знаком является то, что 6-я общевойсковая армия как раз и планировала вот эту террористическую операцию, наступление на Харьков. И как раз по указаниям из этого штаба и наносились удары, и применялись те средства, которые применялись. То есть вот тот же террористический удар, который был нанесен по торговому центру и эпицентр в Харькове с применением управляемых бомб, также был нанесен по приказу из этого штаба. Далее мы также видим, что расширяется и спектр применяемых средств по территории Российской Федерации. И вот уже в заголовке западной прессы и в том числе российские телеграм-каналы сообщают о том, что по территории Белгородской области был впервые нанесен удар с применением авиационных средств. И вот под такой удар попал склад с боеприпасами, который был размещен неподалеку от границы с Украиной, в Ракетнянском районе, скорее всего, это село Центральное. И вот, как утверждают наблюдатели, было применено какое-то средство с использованием тактической авиации воздушных сил Украины. Причем нужно отметить, что в отличие от российских террористов, украинцы применяют именно оружие высокоточное для уничтожения, целевого уничтожения объектов, которые используются российскими оккупационными войсками для ведения агрессии против Украины. И теперь, вот это уже следующие, скажем так, цели, это склады с боеприпасами, склады с топливом, склады с другими средствами обеспечения действий войск. И тут нужно сказать, что сейчас уже жители Белгородщины по полной понимают, что вот те последствия, которые стали причиной решения проведения так называемой специальной военной операции против Украины, сейчас касаются и их, и теперь уже в Белгородской области объявляют эвакуацию населения. И тут нужно сказать, что наряду с применением западного вооружения, которое действительно сейчас пока ограниченно применяется, и вот то, что говорят наблюдатели, это всего лишь 14% тех возможностей системы «Хаймарс», если бы они использовали дальнобойные средства, такие как ракеты «Атакамс», то вот в этот перечень входило бы все большее количество целей. Такими целями, конечно, должны стать районы сосредоточения войск, которые обеспечивают действие войск на территории Украины. Это те же пункты управления, которые обеспечивают управление, это те же аэродромы, которые располагаются в достаточном количестве, вот пока еще и входят в зону поражения ракет «Атакамс», это тот же аэродром «Балтимор» под Воронежем, с которого взлетали бомбардировщики для того, чтобы бомбить торговый центр, эпицентр «Харькове», ну и другие военные объекты. Но пока вот эту географию, как мы видим, покрывают параллельно средства уничтожения противника, разработанные и произведенные Украиной. И тому свидетельство есть там нанесение чувствительных ударов противнику по аэродромам в Ахтубинске. И также удары, скажем так, по аэродрому «Моздок» альтернативными средствами. Ну и, соответственно, плановая отработка тех же временно оккупированных территорий, как автономная республика Крым и территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас, скажем так, используются оккупантами для введения агрессии против Украины. Да, я, кстати, согласна с вами. Тут, наверное, стоит подчеркнуть, что удары вглубь Российской Федерации, это как раз значит, что это точечные удары именно по тем платформам, по тем складам боеприпасов, которые сейчас используются для террористических атак на наши дома, на нашу гражданскую инфраструктуру, а не по каким-то хаотичным, да, не для каких-то хаотичных обстрелов российской территории. Тут я хочу привести слова главы Пентагона Лойда Остин. Он говорит о том, что предоставление Украине разрешения на проведение ограниченных ударов по территории России будет очень полезным. Я так понимаю, что тут министр обороны США, как раз его слова говорят о том, что как раз военные американские, они за то, чтобы география ударов по законным военным объектам на территории Российской Федерации была расширена. Ну, тут если расшифровать слова Лойда Остина, он как военный, конечно же, там сказано, что полезными для Украины. И тут имелось в виду, что, конечно же, это тот инструмент, который должен быть в руках украинских военных для того, чтобы адекватно реагировать на вот те действия российских захватчиков с тем, чтобы упреждать его действия, в том числе и те, которые планируются, по расширению географии агрессии или по обеспечению тех оккупационных войск, которые сейчас действуют. Дело в том, что до получения вот подобного разрешения российские террористические войска, они имели определенное преимущество и имели возможность прятаться и, скажем, в принципе, без различных опасений осуществлять подготовку агрессии вот на том же Харьковском направлении. И вот очень знаком являлось там заявление украинской разведки о том, что вот еще с конца апреля, начало мая украинская разведка видела приготовление российских войск для действий на Харьковском направлении, но тот арсенал средств, который был у наших военных, он, скажем, был недейственным для того, чтобы предотвратить это наступление. Сейчас, конечно же, арсенал этот расширился, и вот применение тех же достаточно дальнобойных средств, это системы Хаймарс, которые были наиболее дальнобойные и с применением тех же ракет ГИМЛРС или даже, возможно, ГЛСДБ, но пока что без Атакамс. Это все равно сейчас расширяет инструментарий. Противник, естественно, будет адаптироваться, отводя свои и районы сосредоточения, и базы сохранения вооружений и боеприпасов, ну и других средств, которые необходимы для обеспечения деятельности войск. И, конечно же, далее вот эта география, она может расширяться. И теперь уже, в принципе, вот если раньше Российская Федерация диктовала какие-то условия там стратегической неопределенности о том, что, ну, используя вот тот же блеф про возможность какого-то там неадекватного ответа с применением тактического ядерного вооружения и так далее, сейчас это уже не играет. И даже то, что потенциально вот еще остаются возможности 86% по применению дальнобойных средств, если все-таки вот в эту историю включатся Атакамсы, это вводит уже Российскую Федерацию в такую стратегическую неопределенность. Какому результату могут привести активное применение ракет Атакамс по территории Российской Федерации, уже можно сейчас увидеть по тем результатам, которые эти средства показывают по временно оккупированным территориям Украины. Вот и чего только стоит вчерашнее сообщение о дне геноцида российской ПВО, которая должна якобы прикрывать оккупантов на территории Крыма, когда в один день было поражено три позиционных района сил противовоздушной обороны в районе Джанкоя, также на западном побережье временно оккупированных Крыма в двух районах, где также были поражены районы, позиционные районы, где нет на ракетных войск. И нужно сказать, наблюдатели говорят, что не было, скажем так, возможности у средств противовоздушной обороны противостоять тем же ракетным атакам, которые уверенно вывели из строя систему С-400 под Джанкоем и весь системы С-300 на западном берегу Крыма. Валерий, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру за вашу аналитику. Всегда радуем об эфире «Фридом». Валерий Рябых с нами был на связи военный эксперт. Главные события Украины и мира Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.